Это занятие по психофизической подготовке заключается в чем? Бойца закатывают, глубина небольшая, то есть сантиметров 20-30, земли слой. Изо рта торчит трубка, которая, вот вы видите, наверх, через которую он дышит. Сам он может выбраться, в принципе? Ну, теоретически, да, и практически тоже, но дело в том, что по ощущениям у него, скажем так, скованные движения. Он слышит, что происходит снаружи, но он не может ни пошевелиться, не может нормально дышать, и у него дикое желание выбраться наружу, чтобы это быстрее закончилось. То есть, как говорит наш командир, когда это занятие только планировалось, ощущение, которое боец получает, находясь в яме, это ощущение, которое он получит, попадая в бой. То есть, это занятие имеет очень важное значение для психологической подготовки бойца, чтобы он умел бороться со своими страхами. Прежде всего, противника, как такового, здесь нет, то есть, он борется со своими внутренними страхами. Если он их переборет, то тогда он сможет бороться с врагами внешними. Люди с первого раза проходят? Да, сегодня первый раз. А есть такие, которые не выдерживают, проходят по второму, по третьему разу? Ну, у нас вот есть один такой боец, который у нас сегодня не получилось, он два раза вырывался наружу, я говорю, что он не может. Ну, детские страхи, у меня лично тоже свои были детские страхи по этому поводу. И когда я первый раз увидел яму, выкопанную, у меня, если честно, тоже там сердце что-то так опустило. Ну, ничего, залез, полежал, вылез. Я думаю, он тоже залезет, полежит и вылезет сюда домой. Эта методика применялась на советском военно-морском флоте в 70-х годах 20-го века. Ну, для меня сейчас военно-морском флоте Российской Федерации тоже. Ну, и, наверное, я так думаю, что и во многих других спецслужбах, так сказать, спецподразделениях, как флотских, так и армейских разных стран. Потому что действительно эффект психологический очень такой серьезный дает этот упражнение. Позволяет уверенно себя чувствовать, увереннее, чем было дает. Как ощущения? Отлично. Скажи, что я. Может, вы дохлечете? Не, не, нормально. Чувствовал себя хорошо. Ну, так. Периодически измена квартала. Сердечко колотило? Не, не, когда так немножко, как бы, страшновато было. Глубокий вдох, глубокий выдох. Все нормально.